интересный у нас сегодня велосипедик называется фирма octopus модель vulgaris алюминиевый fix продают в магазине по отдельности то есть отдельно продают раму и дальше можно под себя я так понимаю этот магазин судя по скотчу можно отдельно купить разные колеса разные звездочки там разные вилки то есть полностью укомплектовать свой велосипед как вам удобно нам от принесли его полностью разума на виде сейчас буду его собирать так ну раз нам довелось рассказать про сборку велосипеда с нуля давайте начнем по порядку значит вот это отверстие это отверстие куда вставляется под сидела но чуть больше чем надо и под сидел в нем немножечко люфтит то есть качество выборки качество подборки вот этого диаметра к сожалению соответственно под сидел и в то же время вот клиент сам попытался вставить под сидел вот сюда вот эти две штучки сейчас я их выправил а вот это вот та которая ближе ко мне она была чуть-чуть внутрь может во время транспортировки покраски там или сборки она была чуть-чуть внутрь загнута берем просто под сидел вставляем опа вот так вот он очень туго заходит мы чуть-чуть разгибаем буквально какие-то доли миллиметров разгибаем развальцом вот эту часть чтобы посел заходил хорошо теперь вот поселить как заходит замечательно но все-таки вот изначально здесь был заусенец который начал царапать вот это вот посадочное место значит вставляем под сидел и после этого мы можем спец спокойно подвесить стенд и не будем царапать раму потому что ну нежелательно какие-то работы производить грубые чтобы царапать раму следующий этап вставляем каретку здесь у нас внутри красочка но вроде бы резьба видна очень хорошо соответственно используем смазку вот такую вот мы каждый день используем смазку силиконовую почему силикон силикон самый нейтральный он не окисляет ни алюминия ничего и он очень такой жиденький он полностью смочат все резьбы и потом будет проще легче открутить каретку а есть смазки которые контактируют с алюминием окисляются там воду грязь набирают в себя и они слишком такие густые жирные потом когда каретку выкручивать здесь будет очень много грязи в этом смысле силикон самый на наш взгляд удобная смазка но на самом деле можно пользоваться всякой разной другой клиент покупал отдельно все запчасти то есть в одном магазине можно как конструктор было заказать раму каретку и так далее поскольку нас велосипед фиксовый односкоростной то есть принципе это почти для всех односкоростных велосипедов подходит то длина каретки как правило 110 вот здесь 110 половина или 113 все ставите до 113 каретка идет на те велосипеды где сзади одна звездочка исключение из этого правила по-моему не бывает она много скоростные велосипеды идет другая длина и нужно точно знать вот какая длина каретки подходит к вашей раме непосредственно по что вот этого тургала сгиба здесь будет звезда стоять и если звезда будет слишком близко к раме она будет цепляться за перо если будет длина вала каретки слишком большая то звезда будет далеко от рамы и цепь будет слишком в перекос стоять значит берете вот каретки дешевые типа на каком ли это крупнейшие китайские заводы производят очень много всяких разных кареток принципе они достаточно долго служит если в хорошую сухую погоду то можно и 10 лет кататься на фиксах ну вот два три все равно подшипники вот эти умирают приходится каретка менять целиком нас берете круто к утрой если крутится все хорошо нигде не закусывает то все замечательно если крутится закусыванием можно чуть-чуть аккуратненько было точком чуть-чуть стук стук с этой стороны чтобы подшипники стали на место потому что на заводе когда подшипник запрессовать на ось шарики между внешней и внутренней обоймы вот здесь вот смещаются и нужно может быть иногда подстучать чтобы подшипники стали на свое посадочное место и дальше берем ключ специальные и закручиваем каретку на посадочное место. Потом берем шатуны. Здесь в комплекте вот такие замечательные винты под шестигранник с резиновыми пыльниками. И они наши, тут даже два комплекта, шатуны притягиваются. При закручивании каретки нужно обязательно попасть в резьбу. То есть у вас каретка должна очень легко закручиваться. Я почти до самого конца, вы видели, да, чашка какой-то длины больше сантиметра. Почти до самого конца я закрутил руками. Сначала закручивается правая сторона. Можно немножко с левой стороны закрутить, но не до конца. Для этого используется вот такой вот ключик. То есть можно вручную тянуть, можно вот гайковертом тянуть. Но потом в итоге все равно берем большой ключ, вот такой вот у нас рычаг, здоровый, и с достаточно сильным усилием, то есть не чтобы сорвать резьбу, но достаточно сильно мы подтягиваем эту каретку вплотную сюда. И потом только с внешней левой стороны начинаем затягивать эту чашку. Потому что у правой стороны кромка есть, и сначала закручивается она. Потом закручивается левая часть. Значит усилие должно быть достаточно сильное, достаточно большое. Чашки и резьба должны быть смазаны, чтобы ничего не закисло, потом легко открутилось. И обратите внимание, что закручивается правая сторона вот в эту сторону, к заднему колесу, левая сторона тоже в обратную сторону, к заднему колесу. То есть здесь резьбы не такие, как обычно. Это обязательно обратите внимание. Вот, рукой мне закрутить не удалось, она уперлась кареткой. Я открутил, посмотрел, здесь видите, маленький такой заусенчик. Вот, вот тут вот. Вот, и в него упирается. То есть он вообще крошечный, какая-то пылинка попала под краску. Сейчас я это аккуратно шилом каким-то почищу, и попробую закрутить еще. Если не получится, тогда уже придется, может быть, резьбу прогонять метчиком. То есть даже на новых велосипедах есть проблемы с такими пылинками, которые просто от руки не дают закрутить. А дальше можно резьбу сорвать. Поэтому силовые закручивания только уже когда вы до конца дошли. Когда вы уже каретку закрутили, просто чтобы потянуть на полоборотика. Тогда нужно большой рычаг. Так, соответственно, шилом я почистил, щеточкой потом все это протер, нанес еще раз смазочку, и после этого уже затянул с этой стороны и с этой стороны. То есть глубина левой посадки, вот видите, на этой раме получилось вот так. Бывает, что чашка может вообще заподлицо зайти. Бывает, что она чуть-чуть побольше торчит. Это все зависит от того, какая рама, там буквально миллиметры могут играть. Но, как правило, ширина стакана, вот этого, она, как правило, 68 миллиметров. Очень редко на велосипедах GT и на других бывает 73. Но вот на обычных велосипедах везде 68 миллиметров. Иногда надо края торцевать, чтобы вот с этой стороны чашечка вплотную прилегала и туда в резьбу песок грязь не попадала. Вот, теперь все отлично крутится. Устанавливаем шатуны. Так, после того, как обе чашки затянули, обязательно покрутите каретку. Она должна легко крутиться и нигде не закусывать. Бывает такое, что чашка вот эта вот левая перетянута, она начинает подшипник поджимать и чуть-чуть закусывать. Тогда левую чашку надо чуть-чуть ослабить и иногда, в некоторых случаях, чуть-чуть молоточком тук-тук с этой стороны, тук-тук с этой стороны, чтобы подшипники встали в нужное положение. Но сильно бить нельзя, потому что можно подшипники повредить, которые там внутри. Дальше, опять же, шатуны, ну, точнее, вал и посадочное место шатуна желательно чем-то смазать. Опять же, если шатуна алюминиевая, то вот мы всегда используем силиконовую смазку. Если шатуны стальные, то можно, в принципе, любую смазку использовать, там хоть литол, чтобы не прикипало, потому что здесь сталь, здесь алюминий, закиснет все это дело, и потом будет очень сложно выпрессовывать, поэтому обязательно мы смазываем посадочное место. И, соответственно, сюда еще можно тоже пшикнуть на винтик, чтобы он тоже был смазан, чтобы потом было легче открутить. И здесь вот винт под шестигранник, бывает под головку под 14-ю, бывает под такой большой шестигранник, просто шатун затягивается. Нужно со всей силы прессовать, то есть тянете, 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 шатун медленно садится. Если затянете слабо, то потом разобьется посадочное место, поэтому тянуть надо достаточно сильно, но в то же время не со всей дури, чтобы не сломать этот винт, не сорвать. То есть нужно, опять же, опыт иметь определенный, чтобы вот эту силу затяжки ну, как бы правильно затянуть. Либо динамометрический ключ, но он дорого стоит, поэтому вот мы на своем опыте затягиваем так, чтобы штаны не разбивались, чтобы они были притянуты достаточно плотно. Значит, последовательность сборки такая, что я начинаю с каретки, потому что если здесь что-то с резьбой, то это непоправимо практически, да, то есть либо резьбу перенарезать, либо что-то еще. Поэтому мне проще сначала загрузить каретку, понять, что здесь все хорошо, все нормально, и после этого уже вот рулевую запрессовал сам владелец. В принципе, здесь сложного ничего нету, просто берутся чашки, и либо шпилька, и две большие шайбы с гайками прозатягиваются, либо специальный пресс, по большому счету тоже это шпилька с гайками, либо молоточком через дощечку, через какую-то фанерку, они туда аккуратненько-аккуратненько запрессовываются. Вот. То есть это два самых слабых места в раме. Это сначала каретка, потом рулевая, потому что рулевая может быть тоже косая, кривая, там чашки могут неплотно забиться, поэтому последовательность сборки такая, что сначала каретка, потом рулевая, и потом все остальное. Значит, беру шатуны, сразу же ключиком проверяю затяжку у всех вот этих вот винтов, что они все хорошо затянуты. У меня вот такой вот большой удобный ключик с резиновой ручкой, я им затягиваю, соответственно, вот этот винт. И опять же, не забывая смазывать, и не забывая сразу правильно ставить шатуны в противофазу друг к другу. Надел шатуны, туда их плотненько рукой задвинул, и смотрю, какое расстояние у меня осталось от звезды до рамы. Здесь вот еще миллиметров пять, соответственно, шатун миллиметров на два, на три сядет, и об раму он теряться не будет. Длина вала каретки, длина каретки правильная. И шатун алюминиевый садится глубже, чем стальной. То есть алюминиевый шатун садится более плотно на вал, стальной шатун садится менее плотно на вал. Соответственно, под стальной шатун нужна длина каретки чуть покороче, чем под алюминиевый шатун. Сейчас вот это все запрессуется, и здесь останется такой небольшой зазорчик, но достаточно, чтобы цепь не терлась о перья рамы. Прям совпадение. Минуту назад принесли точно такой же Octopus Bulgaris, только на стальной раме. С этой стороны чашка была смазана смазкой, а с этой стороны она была не смазана, и прям песочки, песчинки попадались, и человек не смог эту чашку открутить. То есть у него сил не хватало открутить обычным ключом разводным. То есть насадка, вот такая насадка и разводной ключ не удавалось открутить вот эту чашку, потому что она была прикипевшая. У нас есть супер рычаг, которым мы все можем сделать. И все сделали. Итак, про рулевую поехали. Значит, есть рулевая, то есть это просто чашка, которая запрессовывается в раму. Эту чашку, грубо говоря, можно руками вставить, но она садится очень плотно, и для этого нужно использовать специальный инструмент. Вот, есть, по-моему, вот такой инструмент, это шпилька и две пластиковые такие штуки. У меня до этого мне давали попользоваться точно такой же штукой, только более мощной, с остальными чашками. С остальными мне не понравилось, она немножко царапает чашки, поэтому я буду сейчас либо пластиковой пользоваться, либо самый простой способ, это вы берете чашечку, сверху кладете дощечку или фанерочку, и аккуратненько, молоточком центруете, и она постепенно, 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 постепенно туда трамбуется, и будет все очень хорошо и замечательно, ничего не поцарапается. Вот здесь уже владелец сам запрессовал чашки самостоятельно, я не знаю, смазал он посадочными места или нет, опять же, мы силиконкой обычно смазываем, чтобы они садились более легко. И сейчас собираем вилку, здесь у нас на промах, то есть здесь все просто, сейчас я покажу, как это делается. Итак, новая вилка идет без якоря, якорь, чтобы забить, мы используем вот такое специальное устройство, это пресс для якоря, он центрирует якорь, чтобы он ровно стоял, чтобы винтик вручился ровно вот так вот, параллельно штоку, и нам нужную глубину запрессовывает. Такую штучку взяли, запрессовали, можно просто взять винтик, крутить и забить, но бывает, что криво встает. Дальше мы берем наш наборчик, находим здесь нижнее, вот такое конусное кольцо, разрезное, оно, если под прома, оно идет разрезное, то есть вот с таким вот разрезом, вот с таким вот пропилом. И дальше просто без всякой смазки берем, надеваем это кольцо до самого низу. Рекомендуется вот эту прорезь оставлять сбоку, так что у вас нагрузка основная идет спереди и сзади, если прорезь будет, допустим, спереди или сзади, может быть, будет это не очень хорошо. Надеваем, опа, с усилием оно вот так надевается от руки, все замечательно садится. Дальше берем промподшипник, можно его прямо в раму вставить, можно просто на вилку его надеть, надеваем промподшипник, у промподшипника, соответственно, есть, смотрите как, вот есть фаска с этой стороны, фаска у нас вставляется в сторону чашки, а вот это вот место, здесь фаска внутренняя, она, соответственно, надевается на конусное кольцо. Соответственно, вот у нас промподшипник наденется вот так вот сверху, и в него наденется колечко вот это вот, видите, такой вот оно формы, оно вот сюда вот в эту внутреннюю фаску вот так вот замечательно встанет. Дальше мы набираем, дальше у нас крышечка идет, пыльник, так называемый, да, сверху который надевается, проставочные кольца, вынос и крышечка якоря. И таким образом собирается вилка. То есть по времени в принципе это все недолго, если есть подходящий инструмент. Иногда еще снизу бывает вот здесь вот пыльник, но здесь вот его в данный момент нету, поэтому у нас вот здесь вот такая вот щелка остается. Здесь промо-подшипник, здесь ничего страшного. На верхней крышечке вот здесь вот внутри есть резиночка, и видите, вилка сама по себе держится за счет резиночки, то есть она очень плотно обжимает, и все хорошо. Дальше набираем все кольца, все это собираем и временно закрепляем, временно, то есть мы не затягиваем, сначала все это закрепляем, потом мы ставим колеса, и уже поставив колеса, на земле мы начинаем затягивать, стягивать рулевую, то есть мы закручиваем вот этот винт сверху, чтобы стянуть рулевую до такого положения, чтобы не было люфта, чтобы вот эти подшипники не люфтюли, и при этом, чтобы руль хорошо легко крутился. Так, дальше история про колеса. Ну, как надевал покрышки камеры, я рассказывать не буду, это, наверное, все знают, умеют. Колесо пришло уже с закрученными звездочками, значит, здесь у нас идет, вот это называется, кок, вот это лок, кок это коготь, то есть звездочка, лок это замочек. Соответственно, они сейчас вот затянуты, я сейчас проверю затяжку еще раз, то есть я возьму сейчас специальные ключи и проверю, что здесь все хорошо затянуто. Со стороны фривилла, соответственно, здесь вообще абсолютно все без разницы, потому что это цепью затягивается, как бы, и проблем не будет никаких. Дальше, по подшипникам. Здесь у нас сейчас есть закусывание определенное, то есть когда подшипники приставали в колеса, они опять перекосили сам подшипник. Сейчас я вот это все откручу, то есть я сейчас откручу вот этот винт, который держит само колесо в раме. Здесь такая достаточно хитрая, красивая конструкция сделана. Мне надо будет сейчас все снять. Вот он так вот выкручивается. Очень длинный такой хороший винт, каленый, черный, высокой прочности винтик. Оп, вот я выкрутил. Так, дальше у нас вот эта вот головка. Это пыльник, опять же. Он у нас под 17-й ключик идет, под конусный 17-й ключ. Сейчас я его чуть-чуть ослаблю и посмотрю, будет закусывать или нет. И ослаблю с той стороны также вот эту вот головку. Сейчас я покажу, что она у нас съемная, что вот здесь у нас есть шлицы. Вот видите, шлиц. И с одной стороны, с другой стороны. То есть я обычным ключом, гаечным, да, только тонким, надену и чуть-чуть его ослаблю. С одной стороны, с другой стороны. Посмотрю, насколько будет хорошо, что не будет закусывать, потому что вот здесь вот она, ну не слышно, но она, короче, закусывает. Если он будет продолжать закусывать, я чуть-чуть постучу с этой стороны молоточком, чуть-чуть стой, то есть постараюсь подшипники поставить прямо. И вот добьюсь такого эффекта, чтобы колесо крутилось идеально, но закусывания не было в этих подшипниках. После этого обратно попробую затянуть головку. Для затяжки Лока и Кога есть вот такие ключи. Раньше были в советское время семейные ключи, а сейчас вот такой вот. То есть можно с одной штучкой использовать. Я вот использую с тремя, потому что у него больше точек опоры. То есть подбираю подходящие и затягиваю. Здесь затянут все еще хорошо с завода. То есть, видимо, они используют какую-то такую штуку, которая снаружи надевается и прям затягивает отлично. Сейчас буду вот подшипнички регулировать. Так, и чтобы открутить вот эти вот два колпачка, две гайки, да, пыльника, нам нужно два семнадцатых тонких конусных ключа. Представляете, я свой второй набор уже продал. У меня теперь один семнадцатый. Но у меня есть пятнадцатый разбитый ключик. Я вот немножечко его расточил. Все равно он был уже закоцанный. Теперь у меня есть два семнадцатых ключа. То есть вы можете взять любой ключ, шлицы, которые уже разбиты, и напильничком или болгарочкой расточить его до нужного размера. Сейчас вот у меня теперь два семнадцатых ключика в наличии есть. Самых простеньких, но под прома они идеально подойдут. То есть здесь шлицы разбиваться не будут, потому что здесь затяжка очень слабенькая. Так, гайки открутились очень легко. И вот все равно по-прежнему все это закусывает. Сейчас надо будет аккуратненько молоточком постучать. Значит, давайте посмотрим, как устроено внутренность. Здесь стоит самый дешевый подшипник. Да, маркировка у него 6-2-0-1-РС. То есть это стандартный подшипник, но у него, я так понимаю, что вот это внутреннее отверстие немножко другое, чем как у 6-3-0. То есть 6-2-0-1. Так называется подшипник, который идет вот в эти втулочки. Все, сейчас постучу молоточком, попробую подшипнички ослабить. Чтобы открутить с этой стороны контрогайку, она была достаточно сильно затянута, я сначала вот здесь вот законтрил. То есть я взял эту гайку, законтрил ее внешней, затянул, и теперь с этой стороны ослабляю. И что интересно, на этой втулке здесь резиночек нет никаких, то есть это просто гайка, а у нее нет никакого резинового пыльника, который бы промподшипник закрывал. То есть втулка, скажем так, достаточно бюджетная. Вот так вот выглядят эти шайбочки с внешней стороны и с внутренней стороны винты. В принципе, любая втулка на промподшипниках вот таким же образом собирается. То есть есть ось, на которую нанизаны два подшипника, и подшипники в свои посадочные места во втулке установлены. Вот, и сейчас я вот это вот кручу, вот оно прям хрустит. То есть когда подшипники запрессуются во втулку и запрессуются в ось, они немножечко криво встают, и нужно слегка-слегка постукивать, чтобы как бы попытаться выпрессовать подшипник наружу, и тогда он встанет в свое посадочное место. Нужно на микроны на какие-то сдвинуть, поэтому берем самый большой и тяжелый молоток, и очень аккуратно, просто минимальными движениями пытаемся выровнять подшипник, чтобы он стал правильно. Все, раз пять-шесть я стукнул с каждой стороны аккуратнее. Посмотрите, как легко укросится ось. Вообще, без каких-либо закусываний, видите, как пальцами ходит. То есть просто подшипник был слишком сильно перепрессован, и из-за этого он закосывал, и из-за этого он быстрее бы вышел из строя. Сейчас он кручится идеальненько. Так, все, гаечки затянули, тоже их законтрили. Где-то посильнее, где-то послабее, чтобы все крутилось хорошо. И ставим колесо, то есть минут 15 мы тратим на эту операцию. В некоторых магазинах это очень дорого стоит, у нас это стоит практически ничего. Так что приходите. Сейчас то же самое повторяем с передним колесом, ставим цепь, и велосипед готов, но по времени уже часа два прошло. Вот эти винты, натяжители, выкрусили полностью. Дальше поставили колесо, сейчас оно свободно ходит. Здесь опять же, чтобы контрить, здесь нужен шестигранник, а здесь нужен 17-й ключ. Начинаешь затягивать, втулка прокручивается и съезжает. То есть тут как бы желательно иметь 17-й ключ с собой, чтобы это колесо выставить ровно. Хотя есть натяжители, все равно немножко гуляют в пазах. Дальше мы ставим цепь, в самом близком положении, теперь я ставим цепь, и начинаем регулировать винтами, чтобы цепь натянуть. Соответственно, цепь, возможно, надо будет сейчас укоротить. Цепь вот такая вот у нас идет КМС, крашеная, КМС-З. Это односкоростная, какая-то, видимо, самая бюджетная цепочка. Так, у нас винты полностью выкручены. Сейчас я покажу этот момент, да. Видите, винт полностью выкручен. До конца заправлены дропауты, но длины цепи у нас не хватает. Я сейчас, к сожалению, не смогу одной рукой это показать. Короче, не хватает 5 мм длины цепи. То есть, производитель неправильно положил не ту длину цепи, которая нам нужна. Так, ну, можно сказать, что велосипед собран. Единственное, что у нас длина цепи коротковата. То есть, я так понимаю, что, скорее всего, просто неправильно подобрано количество зубьев. Ну, либо надо тогда сюда два звена добавлять. Потому что по два звена добавляется в цепь. Соответственно, у нас сместится очень сильно назад ось. То есть, я думаю, если бы задняя звездочка была на 17, то тогда бы зубьев хватило. Вот, колеса установлены. Рулевая в таком состоянии. Сейчас клиент решит, вынос вверх или вниз. Отрезать, не отрезать. Добирать сюда колечками. Федло он поставит, соответственно, самостоятельно. Педали я вкрутил. Педали, опять же, на силикончик. Затянул. Все очень хорошо. Плотно. Передний втулок также отрегулировал. Что по деньгам? 100 рублей вкрутить каретку в пустое место, да, зачистил от заусенцев. 100 рублей поставить цепь. 100 рублей за каждое колесо. И 100 рублей за рулевую. Вот и вся работа. Так, уже кто-то еще звонит. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ